ребят всем привет привет мы находимся в аэропорту а что это значит катя а сегодня прилетает моя мама прилетает моя теща в общем идем татьяна анатольевна встречать наконец-то будет видео с татьяна анатольевна все давно ее уже потеряли да все спрашиваете мне кстати недавно был комментарий когда свозишь тещу на море 22 часть возможно за ее приезд съездим на море да возможно но не если честно погода в гуанчжоу прохладная уже не летная в общем идем сейчас встречать ее она должна буквально вот скоро приземлиться мне кажется теплые дни еще будут и мы по-любому сходим в аквапарк или это или на море съездим да мы стекли а вот где я так и где прошла молодистым ждем вот написано духа w1 ну я так и подумала я пошла как ты прошла от меня там получала багаж и поэтому я не стал сюда возвращаться и туда через привет передавайте привет а ты давно приехала нет я только что вышла я вижу вас нету и пошла сюда я так и подумала что вы меня здесь ждете все пойдемте все как вы долетели нормально отлично никто не обижал всю дорогу спала в пекине на удивление хорошо сориентировалась чего куда нету заморских гостинцев что устроим распаковку дома да блин фига он тяжелую я тебе говорю что это вообще нереально а у нас погода вообще ужас дожди дожди у нас холодно да у нас осень ну я чувствую стройняшки слушайте молодцы дубль 2 татьяна анатольевна уже перед этим сказала то что мы стройняшки мы решили это записать заметно стройняшки правда правда а я поправилась на два килограмма сбросили перед этим 10 12 13 вау что делали для этого сидела на правильном питании занималась зарядкой как там сайте погода у нас в иркутске погода на удивление очень очень теплая временами прямо дожди иногда идут буквально пару дней а такси очень хорошая погода как кстати там машинка пожелает ездить и попала просто я привыкла к ней и теперь мне доставляет такое удовольствие не знаю это все но я иногда даже не хочу ничего опять дуру не буду не буду не буду надо буду потихоньку все дошли мы до дома наконец-то показываем уже наши просторы катя новый байк он хвастается катя буду с этим выяснили сколько бабушки лет 778 они так и много но она говорит стал грит хорошо выглядите она горит если бы не нога говорит лучше бы двигаюсь то что мало мама мама лайла вайпо лайла как тебе наша квартира изменилась в принципе все ожидаемо потому что я же видела все это видео классно знаешь что я такой люблю идешь идешь по деревне до вокруг такие дома а потом бах и заходишь и такой уют какой-то ноты у меня по крайней мере так вы их не видели его очень как вообще а как мы мой рабочий стол это у меня на работе стоит два монитора я поставила себе рядом два монитора работами так удобно вот как раз да может да ну чуть-чуть у меня может побольше у меня один маленький такой монитор один большой ну в общем так и живем я так понимаю по старой традиции нужно гостя вести покушать китайскую еду что бы вам хотелось отведать какой еды как ты думаешь какой еды да конечно мечтает просто с россии приехала и хочет ты кабачки фаршированные в общем рыбу да сквашина капусты конечно же фаворит прям да то есть сразу же с ходу при приезда прямо вот только-только раз все сейчас идем в ресторан только у нас к сожалению не получится пойти в ресторан в рыбный потому что он закрыт уже он закрывается в два часа и до пяти да в общем до пяти в общем сейчас пойдем в местный рыбный ресторан там тоже очень вкусно там то очень вкусная рыба тоже да в общем мы приперлись к ребенку в школу забыла какую-то бумагу там по математике да кажется и общем татьяна точно не устояла хочет увидеть полинку обмена дак мошенка и тогда зайти будем ее не надо о а почему а ты пропустишь какой-нибудь урок она так разволновалась я вам сказал что ребенок будет волноваться здесь вот в общем вкусненько готовят рыбку шамбале шамбала да а еще здесь цветы продают поэтому здесь цветочный запах такой и на каждом тоже стоит прошло буквально пять минут и нам принесли наш заказ запах чувствуете в общем вот такое блюдо мы заказываем здесь когда нам не хочется ехать никуда и пинка я на то же кинзу и разлем я просто всегда я в этом году не доелась я каждый год не наедали с нет все я поделюсь с тобой нужно сразу здесь косточки кстати есть да в ней присутствуют косточки я палочками а можете ложечка попробовать я палочками все замерли в ожидании от вас какого-то ответа я тоже так увлеклась такая смотрю когда же она попробует это божественно все вы в китае я в китае я так это долго ждала так этого момента кстати такое блюдо вот по крайней мере в нашем городе в иркутске в ангарске вообще просто нереально найти но и сделайте это я не знаю это моя моя мечта научиться делать такое блюдо да мне прям вот прям я доберем думаю как как это изготовить какую-то рыбу надо специально да мне кажется важные ингредиенты все ну а на общем не будем дразнить облизываться там чавкать это можно снимать не снимать это божественно это вот просто божественно хорошо какой вкус давайте рассказывать вот что числинка естественно острая рыба нежнейшая вот просто нежнейшая там прям тает во рту остро да но это стоит того да 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 бульон очень острый просто мы пробовали эту рыбу не острую она безвкусная да я думаю что она не будет такая вкусно подъехала наш салатик да с креветочка вот спасибо накормили хорошо накормили вкус качестве и главное что немного немного да нет ну что вы с нами на помощь похудеть еще ну да я с нами я себе планы поставила что с поездки к вам и опять начну заниматься физической культурой просто физкультурно заниматься особое питание не важно важно физические нагрузки то есть блинчиков не будет блинчики будут обязательно будут конечно с красной приступаем к распаковке гостинцев из россии запах сразу чем чувствую рыбную мама людо очень старалась она купила подвялила и она ее очень обхаживала там вообще она ты вот ее потрогай ты вот потрогай ее сухая дверь ты чувствуешь да она зашила прямо по-настоящему по-взрослому как посылка понимаете куда пришла печати только не хватает коричневый сургуча да сургуча так ребята ну вот это вот так это что такое сейчас будем открывать это рыба и прямо есть сразу да так может мы зря сходили на обед а ребят у вас все было оказывается ну я не знаю это вы уже сами будете решать когда вам это есть мы с отцом тоже упаковывали тут потому что чтобы таможня носом не повела да потому что чувствуешь запахи запахи вообще да мы с машей едем на машине она говорит мам ну говорит не могу говорить с сумки ай щучка тянет говорит щучка фаршированная корюшкой да кстати я ее отсюда прям достал ты посмотри что это такое это а омуль нет это не омуль омуль такой вау в общем мама люда прислала корюшку только крупная да это корюшка это зубатка да крупная корюшка и мелкая кажется должна быть вот она смотри я вижу икра катя и спасибо прям вот посушена прям как надо прям под подвялено спасибо большое спасибо она сильно старалась она сильно старалась можно одну прямо сейчас ну давай давай я тоже хочу ну слушайте вот а это собственно от кого подарок это от вас это мы с папой с папой мы старались все что мальцы прям так добротно все прям вот рыбки корюшка ну че ты в россии я в россии корочки мне пожалуйста отломите плохо что запах конечно невозможно передать на видео но сейчас тут такие запахи гуляют что мама дорогая так ее надо подвешить да ее надо подвесить я ее это сушильный шкаф что ли да 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 взяли сигареты китайцы очень много курят поэтому взяли на угощение сигареты это книги детские это Катя да заказала это Катя заказывала да ну тут очень много всего в общем Катя а на каком сайте там где будешь говорить на лабиринте на лабиринте это очень популярность ага заказала в общем для девочек очень много книг всяких развивашек и игр настольных вот что интересно будем играть девчонками чемодан практически пустой вы говорите но тяжелый но тяжелый зараза это мама с Леной моя мама с моей Леной с моей Леной передала игорочки 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 заказ я говорю орех хочу сейчас там как раз сезон ореха и прям попробуй бурю орех чтобы прям свежий был игорочки игорочки ого шоколады ого себе вот так вот это сесе вот это огромная сесе спасибо большое маме и Лене спасибо все очень красиво все очень с любовью давай решки попробуем просто вообще кстати в дамской сумке у меня не помещала у меня же это перевес в чемодане был я распихивала по всему чему могла в том числе и в дамскую сумочку это привет от папы да? это привет от папы китаец арестовал мою сумку выпотрошил ее достает этот пакет стоял долго долго мял не мог понять что это потом открыл хорошо что я не упаковала это все увидел это мясо сказал запихал да отобрать наверное хотел ты чувствуешь эти орехи? очень свежие свежие прям вообще офигенно привет от папы это тоже сырокопченый балык но это уже другого производителя это ангарский мясокомбинат это усульский кстати я заметил по поводу любят именно вот такую мясную продукцию да а он нам еще потому что это обезжиренная вещь да еще еще баночка у нее видишь как по баночке все раз это ну вот что думаю залезут я эти вот все вместе не стала класть если залезут вытащат что хоть не все сразу с одной стороны да вау сколько икры это еще вот видишь один сырокопченый булочок еще привет от папы папа привет спасибо так это хлебцы надо будет не знаю мне кажется надо будет заморозить ну да это что такое как это фит-парад это сахарозаменитель натуральный сахарозаменитель нам очень много написали по поводу того что сахарозаменитель вредный это природные компоненты это стевия да мама да стевия и эритрит сукралоза в общем это полезный сахарозаменитель ноль это не реклама ребята просто нам очень много очень написали что типа ой сахарозаменитель это так вредно это полезно отруби отруби всякие разные отруби отруби страсторопшей сибирские отруби натуральные а что с ними делать сливочные кушать их полезная еда да куда добавлять можно жарить эти блины да с них с отрубей да можно добавлять вместо муки в общем отруби очень полезно это клетчатка да это клетчатка да это клетчатка вот это рыба это рыба еще одна какая рыба красненькая красненькая чумная какая-то это тюшка и балычок нормально это кишечка по моему придется пивасик брать можно красная белого вина под рыбку да да ну ладно чтобы не так было для нашей фигуры это девичонка ага спасибо это что такое шампунь 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 ноль калорий тоже смотрю ну смотри сейчас диетичны это не ноль калорий это с нуля лет это очень хороший шампунь это лени по-моему нет не лени это вам это заказ на год нам витаминов А, нет, это Лени. Лени? Ну, покажите хоть одну баночку, дайте. Мы, в общем, ребята, заказали витамины, они витамины в России дешевле, чем в Китае. Да, это выживательные, с мультивитамином, это детские. Детском. В общем, вот такие витамины мы еще пьем, ребята, это очень важно. Так, дальше. Не останавливайтесь, пожалуйста. Так, это вот к этим. А, это игра, соображарий. Понятно. Бувлеют как конфеты. Это ваши витаминки. Я заказала эндеросгель на зевин детский и взрослый, потому что здесь с каплями очень сложно. Вот Лена заказала супрастинек капли ребенку. Фурацелин и виспет. Фурацелин зачем? У Вероники очень часто болят ушки. У нее как только вот носик заложат, и сразу ушки болят. И ты турундочки ставишь, да, с фурацелином? Да, я не капаю фурацелин туда прям в ухо, а на бинтик капаю и туда. А вообще часто обращаемся к врачу? К врачу последний раз 4 года назад обращались. Как только приехали в Китай, вот у нас акклиматизация была, мы обращались. Все, больше не болеем, слава богу. Какой запах стоит, я не могу, у меня голова кругом идет. Так, ладно. Есть одну. Меня многие спрашивают, какой косметикой я пользуюсь в Китае. Я не пользуюсь в Китае никакой косметикой, я покупаю в Артистре. В России в основном, потому что в России немножко подешевле. Что там еще? Это вы везде напихали свои вещи. Смотри. Офигеть, нафига сколько икры, блин. Посмотрите, сколько икры. Бах, бах. Слабо? Сало. Это умуль. Это умуль. Так, у него уже там, по-моему... Нет, душка еще нету. Или есть? Совсем чуть-чуть, прям совсем. Ну, короче, его надо это... Его надо раскрыть. Раскрыть. Да, он холодильник лежал. Какая вкусная вещь, а? Слушайте, прям вот как это все съесть, чтобы это все не испортилось еще? Ну, да. Вот это жабо. Я думаю, может заморозить. Нет, это уже не то будет. Хлебцы. Доктор Корнер, кстати, мне многие писали о том, что хлебцы вредно, там много углеводов и так далее. Вот эти хлебцы, доктор Корнер, они полезные, в них мало углеводов. Диетолог, да? Да. Тебе я рекомендую. Да, это наш диетолог нам рекомендовал. Это самое... А это лекарство, интерес гель. Очень хорошее лекарство. Если у вас какое-то пищевое отравление, накладываете в ложку вот этого геля, съедаете и он чистит, в общем. Очень хорошая штука. Так, это что такое? Рыба? Ну, конечно же. У вас там рыба такая. Что же делать-то? Что делать-то? Что с этой рыбой делать? Солить надо? Солить надо. Себак посолим. Ее подвешивать надо будет. Ой, куда столько рыбы? Это балычки. Нет, она копченая, балычки. Может заморозить, а? Ну, куда заморозить, да. Давайте. Что там еще? Все. Все. Все, кажется. Все. Ну, все. Ну, все, ребят, ну, хватит уже, да? Ну, хватит. Ну, так гостинцев много. Тонкие хлебцы, хрустящие, рисовые, из бурого риса с морской солью. Распаковка, ребята, на этом закончена. Очень у нас такое... Содержательное рассмотрение. Содержательное и очень рыбное, я хочу сказать. Запах стоит просто с ног шибенный. Просто рыба. Икры много, рыбы очень много. Мясо есть. Чуть-чуть. Нормально. А, ну, чуть-чуть? Ну, по сравнению на рыбу, посмотрите на рыбу и потом на мясо. Это чуть-чуть. В общем, спасибо за гостинство. Вам спасибо, Татьяна Анатольевна. Это я еще один балычок оставила дома, сказала. Даже не стала его брать. Правильно сделано. Спасибо вам за гостинство. Спасибо. Папе, большое спасибо за гостинство. Маме люди, конечно. Большое спасибо. С душой чувствуется. И Лена, спасибо тебе большое. Все. На этом у нас все. Позовите, что у нас получилось. Взяли, в общем, бельевую вешалку, сняли крючки и вот с помощью нитки продели через голову рыбу. Подсушить, потому что рыбы очень много и чтобы она не испортилась. Чтобы запах в зале, у нас запаха такого не было, оформить ее где-нибудь здесь на кухне хотя бы. Ну, залезла, уже такая большая. Скоро бабушку будешь поднимать сама. Да, нища такое. Это еще раз будешь обниматься? Конечно, скажи, мудом. Конечно, мудом, скажи. Сейчас скажи, можно. Поскучилась? Как ваши дела? Рассказывайте. Хорошо. У меня очень легкие уроки. Я могу сама сделать деджек. Да ты что? А ты? А у меня телефон. По телефону? Будете опять Джека по телефону доставать? Татьяна Анатольевна, катались на гироскутере? На гироскутере, да. Помните? Помню. Будете на самокате кататься? Буду. Если дадут. Я в детстве же каталась на самокате. Ну, давайте, пробуйте. Быстро, да, освоилась? Классная у тебя игрушка. Бабушка Люда подарила. И Лена. Вот по такой шоколадке вам. Ребенок, наверное, впервые попробовал орех в чистом виде. Поля, как тебе? Вкусно? Не вкусно тебе понравилось? Ну, так себе. В общем, детей уложили. Книжку бабушка почитала. Почитала. Книжка хорошая. Спасибо вам. Молодец. И, в общем, ну, надо и день как-то закончить. Вкусненько. Мы, в общем, положили себе самое все вкусненькое. Как все это можно есть без пива? Надо запивать это все пиво. В общем, мы себе сегодня позволим маленечко запрещенных продуктов. Да. Сегодня буквально маленечко пивка по крошечке. Солененькую рыбку заедим. Ну и за приезд. Молодцы. Приехали. Спасибо. С приездом. С приездом. Какой-то подписчик в Инстаграм писал, я не помню. Ник, в общем, пишет по поводу сладости. Видимо, у него больная тема сладостей. Он рекомендует, как можно сладкое там заменить. Я говорю, мне сладкое не надо, мне пивка бы, говорю. Ну его советы, наверное, мне помогут. Ну может быть, там он про сладкое что-то там рекомендовал. Потому что сладкое я не могу без сладости. Я даже не слышал его, потому что сладкое мы не едим. Хлебное, мучное, ничего такое не едим. А вот пивасик. Торт там буквально 2-3 раза в год на праздники едим. Ну вот торт. В общем, молодцы, что приехали. Вы так вот просто раз собрались, взяли, просто приехали, как-то, да, легко, да, каждый раз, да. Плохо, что мама моя не может так вот собраться, приехать. Меня все время спрашивают, почему мама не приезжает. Наверное, надо ответить, да, наверное, почему она не приезжает. Она, в общем, наверное, суеверная. И она, в общем, не хочет менять страну. В общем, боится за здоровье. В общем, со здоровьем проблем. Она, да, она боится. У нее давление, она боится. Было бы здорово, если, конечно, ты приедешь. Может, все-таки, ну, думаешь, было бы здорово. Да? И на этой хорошей ноте заканчиваем. Спасибо за гостинцы еще раз. Да, спасибо всем. Да, я думаю, что вам понравилось это видео. Судя по тому видео, как бы, когда мы распаковывали гостинцы, было это тепло и хорошо, много комментариев. Ну, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока. Мы так шепотом, ждите спят. Субтитры сделал DimaTorzok